Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 вообще, что что-то происходит. Вот они, каски, полетели, но наверное все-таки стоило пораньше чуть-чуть подойти. Вичдоктор очень сильно проседает. Пытается Баратрум накидать, но Бэтрайдер кстати у нас вообще парень не промах. И вот так вот двух саппортов очень и очень сильно напряг. И остается довольно-таки мало хила. А у Бэтрайдера есть уже сапог и вообще все у него довольно-таки неплохо. Экспид состоит. Качается, добивает крипов, еще донает урсы. Так, ну что же, первую руну у нас подходит на топе Зев, забирает. Большая не торопится пока что за рунами куда-то бежать. Кстати, что у нас? Баратрум забрал. Полшебство и возможно будет какой-то сейчас ганг на миде. Понял у нас Лондруид, судя по всему. Ой-ой-ой, Вич Доктор Ферстбат сделал все-таки на Бэтрайдере. Не совсем понятно, как они его забрали без Баратрума, но тем не менее Ферстбат достается Вич Доктору. Проручил хилку Вич Доктору. Ну, кстати, почти он третьего левела. Пока что не вкачивает Маледикт. Иногда видим мы очень агрессивных саппортов с Маледиктом на втором левеле вместо хила. Но, судя по всему, хил ему пригодился. Так, пока что Баратрум безуспешно гангает мин, стоит здесь вард, таких вот два варда, и теряет время, и еще и лечит эксп у Баншуи в итоге. В то время, как ребята на топе уже практически забрали Тауэр, и на третьей с половиной минуте будут у нас ребята из команды Аниме Юнити уже без Т1 Тауэра. Разгон на Бэтрайдера, поймали его, сразу летит подкрепа от команды Киберпрок к своему Бэтрайдеру, ну и поймали здесь Баратрум, пытается убежать Вичдоктор, Вичдоктору поплохело здесь от Бэтрайдера определенно, но у него частики есть, укатывается в итоге земель у нас, ну и что же, пока что отбились. Отбились ребята из Аниме Юнити, но перетягиваются потихонечку на бот Киберпро. Оставили пока что Джиггернаута на топе, ну, кстати, Джиггернаута у нас вот так вот интересно качается, проучил на двоечку Блэйдфури и решил пойти в статы. Так, ну и пока что у него вообще все здесь хорошо, никто его сильно не напрягается, качается, получает экспу, фармит. В это время разгон на Зевса, Дезевс, кстати, у нас под ДД, но ничего пока что с этим он поделать не может. Мана есть, последняя тычечка отхиливается, батла приходит, пугна, проседает в Радрум, отправляется в Таверну и здесь еще стрелка, кстати, Баньша. Пытается там пугна и накидать, как-то еще подбочить, бегут крипы, задувка от Дез Профит, ну, кстати, может она, мне кажется, за это поплатиться, от Бэтрайдера не так-то просто уйти. Сейчас подбочит еще здесь Бэтрайдер, да, и забирает он Дез Профит, прилетел в Радрум, ну, поздно. И еще один килл для команды Киберпро. 1-2, такой вот интересный счет у нас получается, довольно-таки много сейчас получили голды и экспы за Мидера, ребята из Киберпро. Ну, и, наверное, самое время обратно навестить Вич-Доктора вместе с Сурсой. Уходит пока что Земель, догнал его здесь в Радрум, проходит Башики. Будет ли помощь сейчас Земляному Спириту? Ну, вроде как бы и сам справился, ушел. Зевс в это время у нас, кстати, 6-го левела уже с Арканом, сейчас будет со стиками и еще Тангусов мы запулили. Ну, в общем, у него вообще все замечательно и прекрасно. Банша, кстати, тоже 6-го левела. Пока что ультимейт у нее не изучен. Так, что у нас прилетело? Да, стики прилетели. Зевсу, разгон, у нас, кстати, от Баратрум пошел опять на Бэтрайдера, неужто будет врываться? Нет. Не будет врываться он прямо под Тавр, ну и продолжает нас фармить Урса, но на самом деле по грибам намного здесь все хуже, чем у Джиггернаута. стоп-недфорсу сейчас мы откроем посмотрим. На четвертом месте находится у нас Урса 2400 и на первом месте вот с таким большим отрывом Джиггернаут. Джиггернаут сейчас 5-го левела, а Урса уже апнул 6-й. Ну и пока что Урсы и стики заряжены, кстати, на полную и сапог. В то время как у Джиггернаута уже ПТ, ну и судя по всему начало Баттлфури положено и будет оно у него здесь довольно-таки быстро. Так. Жадный Бэтрайдер забирает здесь стаки вот так вот он фармит. Ну, кстати, это значит, что у него будет скоро даггер. Приходит здесь еще пугна, нужно ей получить тоже Экспы. Ну и пока что смотрится довольно-таки неплохо и интересна вот эта комбинация наверное Бэтрайдера и пугны. Посмотрим, как дальше будут ребята реализовывать. Ну, вообще неплохо. Так. Лондруид пока что у нас, мне кажется, не совсем может найти себе место на карте. Ходит он, бродит. Ну, кстати, почти с Медасом. Лондруид. Ну, как почти. Еще нужно ему 500 монет округлим и будет у него Медас. Пока что поставили себе хороший вижен ребята из аниме Юнити. Бот у них защищен, будут видеть, если захотят их загонгать. Ну, и есть возможность наверное в ближайшем будущем сходить в Урсе на Рошана. В то время как Варды пока что у Киберпро стоит вот только на миде. Ну, кстати, Зевс пока что с миды ушел. Это неплохая возможность сейчас для Баньши здесь немножечко по экспедиции. Получил 8-й левел и отправил здесь еще в лес подфармить немножечко крипов. Тем временем Лондруид у нас 7-го левела. Так, полетели касочки. Но, судя по всему, это просто небольшой такой обманный маневр, чтобы не обратили внимание ребята то, что фармит здесь Рошан, но мне кажется подозревают, что это было слишком наглое нападение от Вич-Доктора и забирают здесь Урсум очень быстро и легко. В итоге Зевс делает килл, Супты ворвался в Уратрум, подходит Банша, поставили вард и неприятно здесь сейчас будет драться под Вардом. А вот на развороте мне кажется Зевс делает еще один килл. До конца пытается здесь драться Банша, ой-ой-ой, как больно и Банше и Вич-Доктору еще и лассо на Баншу заюзали, прилетел сюда Джигернаут, разулетился. Как же плохо сейчас бедному Вич-Доктору? Пока что живет, еще хилится, но никуда она отсюда не уйдет. Вот такая вот у нас драка получилась. Так, да, вот нормальный у нас файт-рекап. И неплохо, неплохо сейчас подрались ребята из команды Киберпро. Такое впечатление, что идет у них все по плану. Активно стакают своему кэри, все делают вовремя телепорты, прилетают в драки, не отдают своей вышки, не подпускают к ним даже близко. Ну и возможно нужно попробовать сейчас немножко поактивнее себя довести. Ребята, мы занимы юнити, хотя с другой стороны конечно не стоит недооценивать расфармленного лон друида и наверное и урсу и баньшу тоже, но что-то мне подсказывает, что ребята из Киберпро не будут ждать пока расфармятся их противники, а будут дальше ходить по карте и делать скиллы. Пока что Джигенадна стоит покойник дальше на топе, восьмого левела прилетел он, сделал фраг с ульты, ну и никто его здесь не гангает, никто его не трогает, вышку забрали и стоит себе спокойненько фармит. Так, опять у нас нападение на баньшу, я уж подумала, что Зевс даже не будет тратить ультимейт, но потратил. Прилетает сюда Вич-Доктор, на самом деле может и он отправиться в товар, но конечно пока что еще очень маленький левел, очень маленькие артефакты и не пойдут ребята, конечно, за тавер. Поставили опять у нас паузу. Надеюсь, что ненадолго. пишу, что какие-то проблемы со звуком. Ну что ж, подождем, ребят, пока что посмотрим, что у нас происходит на других лайнах. Пишу у нас про Трум, немножечко поэкспи, цена бот, четвертый левел, есть у него сапог, орпов, феном и смоки есть телепорт, если что, прилетит, поможет, ну и, кстати, разогнаться всегда может. В то же время Эрр Спирит уже практически получил 6 левел, скоро будет у него ультимейт и будет очень неприятно в драке ребятам из Аниме Юнити очень много таких масс ультимейтов неприятных в виде Джаггернаута, в виде Зевса, ну и в виде того же самого земляного Спирита. Так, ну пока что оставим в покое здесь этих ребят. Отходит Киберпро, нужно, я думаю, поставить им сейчас какой-то вижен на Рошана, потому что будут, наверное, пытаться ребята из Аниме Юнити реализовывать свою Урсу и хотят, наверное, забрать этого Рошана, было бы очень-очень неплохо, пойти какие-то устроить драки, ганги Саегисом или забрать какие-то вышки как раз под ульту Профетки, но пока что не получается. Так, что у Вичдоктора? Вичдоктор у нас, кстати, собрал себе Уну, получил 8-й левел сейчас на Миде, ну и, кстати, довольно-таки неплохо. И саппортов оторвался. Так, что у Пугны? Пугны тоже 7-й левел, есть Арканы и уже 1000 голды сверху. Ну и вот, кстати, имеется вот этот самый вард, который нужно бы, я думаю, поставить куда-нибудь Крошану. Так, Земляной спирит получил у нас уже 7-й левел, есть у него ульта, стоит пока что с Баратрумом, но Баратрум здесь особо не наглеет. Все-таки еще сейчас ночь на карте и не совсем понятно, что будут делать дальше с Киберпро, но решили пока что вот так вот нагло здесь давить Тавр на Миде, в то время как Джиггернаут у нас все-все продолжает фармить и, кстати, вот у него уже, можно сказать, на 13-й минуте с половиной сейчас пойдет он себе еще купит Клэймор, но все и будет точнее не Клэймор, вот, и будет у него Баттлфури. Так, вот она перетяжка пошла у нас на бот, Урса, кстати, делал кьюл на Земляном спирите вместе с Баратрумом, пришел Зевс и пришел он пока что зря, но, тем не менее, Лайна он откушит здесь немножечко и тоже подфармит по эксплице. Неплохой килл сейчас. В это время пошло нападение у нас на Джиггернаута, плохо Джиггернаут, нужно бы разультиться, но не дают ему возможности и никуда не уходят. Здесь Джиггернаут отличный вард от Вич-Доктора и пытаются догнать сейчас здесь Бэтрайдера и от урны умирает, даблкил делает Вич-Доктор, пытается он прожить, но Зевс не прощает вместе с Земляным спиртом, но, кстати, успел купить Джиггернаут и когда рейсмица у него уже будет БФ. В это время, воспользовались моментом, ребята сделали все очень грамотно и пошли на Рошана. Забрали через ультимейт профетки и Урса забирает Аегис. Кстати, Фейзы Аегис и масочку он себе купил на вампирик. И почти, кстати, есть у него даггер. И вот с моментом появления даггера возможно игра как-то изменится и заиграет новыми красками для команды Аниме Юнити. В любом случае сейчас вот эти фраги принесли ребятам очень много пользы. Много пользы в виде фрагов, колды, Рошана, которые забрали на другом конце карты вообще ну и реабилитировались. 5-7 счет, 15-ая минута у нас игры. Так, Вичдоктор купил, кстати, Арканы, что у нас у Лондруида. Пока что Метас Лондруида, но тем не менее Медведь свою роль выполнил. Корни прошли и Джиггернаута забрали. Пошли здесь в ответный ганг ребята из Киберпро. Вот так вот в смоках заходят. Ну, никого они, кстати, здесь не нашли и много времени сейчас потеряли при том, что они находятся здесь пятером. Но должен падать Ставр на боте в то время как ребята из Аниме Юнити формят. Профетка у нас все еще держится на миде. Саппорты вместе с Сурсой тоже подтягиваются и поняли то, что все ребята находятся сейчас из Киберпро на боте и полетят кстати дефать мид. Начинается у нас трак поражали еще глиф пока что никого бот райдер не схватил лассо сбит у него даггер стоит хороший вард от Вич Доктора сбили вард и разультился Джаггернаут упрыгал там на крипов но тем не менее фраг сделали. Тащит еще Профетку Профетка тоже умирает ульты у нее не было еще 10 секунд и Урсу точнее Баратрум не совсем удачная драка для Аниме Юнити потеряли троих и в итоге разменялись только на одну пугну и кстати Тауру еще не забрали в то время как Кибер Про забрали у них Тауру. Что у нас получается нет вышек у нас уже ни на топе ни на боте ни на миде у Аниме Юнити в то время как снесли только один Тауру на топе ну и Джигенат возвращается сюда возвращается он с Паталфури и летит к нему уже Саша Яша точнее просто Яша ну и будет он я думаю Сашу Яшу делать возможно какой-то мант наставил посмотрим так Арканы прикупил у нас Эрспирит так а Зевс Зевс у нас с Линзой с Аркан ну и скоро в Дискорд у него будет собран пошли ребята из Аниме Юнити формить свои леса стоит у них хороший сейчас защитный вижен во всяком случае от гангов стопа они точно защищены и упал сейчас вард на боте но пока что идти туда нет смысла вышки там уже нету нету Рошана ну хотя вот ребята из Киберпро находятся возле своих хендшинтов формят и все-таки не хотят на халяву так здесь тавра давать разгон от Баратрума на Бэтрайдера вот так вот сразу Баратруму в лицо здесь откидываются ребята и сразу Баратрума отправляется в таверну больно сейчас было Джиггернауту больно было и Урсе разуртилась профетка но ей поплохело очень сильно от ульты Джиггернаута подождал пока соберутся все ребята в кучу и сделал в итоге даблкил Зевс вообще забрался куда-то здесь в кусты и очень аккуратненько со стороны дерется просто вносит свой дамаг рисуется Урса рисуется Саигиса и никуда он отсюда не уйдет несмотря на то что там был даггер ну закупился вроде бы как я понимаю будет сразу какой-то баш делать ну не знаю не знаю оправдается ли здесь этот баш все-таки очень неприятный проказ киберпро и много контроля неприятного и мне кажется БКБ бы какой-нибудь не помешал не всегда есть возможность здесь даже прожать эту ульту ну и все-таки не так она уж и долго длится пишут ребята из аниму Юнити что последняя минута очень много пауз от киберпро но действительно долго мы ждали их долго не могли стартануть и еще очень-очень много пауз но что поделать кстати лондруид то у нас не такой простой товарищ уже есть у него здесь радианс на мишке и пока что делает свое грязное дело на топе медведь пушится потихонечку у нас топ у киберпро пушит один медведь летит сюда сейчас спидрайдер ну а остальная команда находится на миде и пушит Т2 тавру разошлись пока что поставить здесь ворды и успел успел сейчас улететь у нас товарищ на пугне перетянулись ребята из киберпро на точнее в свой лес решили не рисковать и оставить все-таки возможность фарма и выхода вообще куда-то с базы своим противником отправляется у нас опять медведь там на топе фармит бэтрайдер бэтрайдер кстати 11-го левела и практически у него здесь еще есть форстав так у пугны кстати половина аганима посмотрим что сейчас будет себе еще зевс покупать пока что у него все довольно-таки неплохо 5-1-7 еще в то время как у профетки 1-5-0 и вот юл юл только сейчас выезжает к ней вещдоктор у нас немножечко приоделся купил себе здесь клаку ну и будет ему не так больно ну и скоро со временем точнее соберет он себе глиммерки посмотрим что у нас у джиггернаута пока что решил джиггернаут что ему будет достаточно яши и купил себе даггер чтобы была возможность хорошо ворваться разулетиться ну и в любом случае даже заэскепиться никогда не помешает этот артефакт несмотря на то что у него все-таки есть блейдфури и может он там раскрутить сделать телепорт но вот такие товарищи как урса с башером могут могут не простить в итоге сейчас находятся ребята с киберпро во вражеском лесу без джиггернаута сейчас возможно к нему будет какая-то перетяжка и попытка может быть смокануться если есть какой-то смок но пока что решили ребята просто расставить хороший вижен разбить ворды и теперь будут видеть что происходит во вражеском лесу ну и кстати подход крашану так что если ребята из аниме юнити захотят туда пойти то нужно будет им идти уже здесь соответственно в смоках возможно найдут сейчас одинокого баратрума баратрума пока что ПТ здесь ну и легкой жертвой он представляется на карте но тем не менее вижен у аниме юнити тоже стоит и должны это ребята из киберпро понимать и вот находит находит вардецкий и разбивает его и сейчас очень опасно ребятам из аниме юнити находиться вообще в своем лесу но не растерялись и пошли пушить топ снесли вышечку и вот так вот растянули здесь потоп пока что особо не палится ждут пока уйдут ребята из киберпро на другие нормально перетянутся и в ответ решили здесь судя по всему во вражеском лесу как-то обосноваться но пока что какого-то вижена я не вижу нету обзерверов только сэнтри нету сейчас братрума здесь и может быть будет какая-то заварушка во вражеском лесу нашли сэнтри может быть даже хорошо что не было вардов у аниме юнити лишнюю голду не потратили и вот только сейчас виждоктор покупает обзервера ну и соответственно уже пойдет куда-то ставить так хотел сказать оставили но нет пересамоним вот здесь лон друид посмотрим что будет дальше себе покупать ну а кстати на джигернауте появляется манта стайл рошан резнулся увидели это киберпро и сейчас возможно захотят сами заформить почему бы нет если все вместе зайдут то я думаю должны должны заформить после убийства рошана лопугным же будет практически аганим стоит неплохо зеленой спирит не заходит на рошан если что будет готов застопить своих противников вот так вот вообще вкатывается но не хотят аним юнити у нас куда-то вообще здесь идти просто решили попушить дальше топ пофармить в любом случае в лейте они довольно таки сильны и стараются максимально сейчас и выйдет драки и пушить пушить и фармить ну что же сейчас джиггернаут у нас с дд и с аегисом и возможно будут идти дальше пытаться забирать товара было бы неплохо да пройтись по вышкам все вышки у нас стоят т2 ну и расчистить себе уже дорогу для захода на хайграунд покупать все себе форстафы ну на самом деле довольно таки неплохой вариант нужно нужно как-то кайтить урсу нужно кайтить как-то лондруида да и ту же самую профетку с ее сифоном нужно тоже как-то и выйдить очень неприятно эти герои в миле и выбор форстафа здесь конечно же очевиден пытается здесь вещдок еще немножечко подфармить но особо ему лондруид не оставляет крипов ну и вот так вот разошлись ребята в итоге по карте пока что не торопится предпринимать какие-то боевые действия но на самом деле ребята из киберпро стараются как-то держаться больше вместе и ой-ой-ой извиняюсь и возможно сейчас будет какая-то стычка в лесу киберпро так лондруид у нас опять спрятался на мишку здесь байтит бежит пугнан на самом деле пугнан неплохо так радиком жгет и неужто забайтить здесь на этого самого медведя но гонит гонит этого мишку очень много времени сейчас ребят из киберпро на него теряют в итоге еще и не забрали в это время максимально стараются ребята из аниме юнити отпушить курса у нас уже сразу выдвинулся на бот здесь у вышкин находится так 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 кого нашли профетку каким-то образом вообще нашли что она там делала она непонятно но видимо не ожидала что так быстро окажутся ребята из киберпро в районе бота потому что гонялись там за медведем так ну и уходит уходит пока что урса с бота сюда перетягивается жигенат ну вот так вот просто по карте кайтят ребята из аниме юнити и выйдет драки и стараются как-то сплитить и ждать пока ребята из киберпро ошибутся загуляют возможно где-то жигенат покупает себе здесь диффуза и ничего не боясь с аегисом выдвигается фармить вражеский лес очень много центрей сейчас стоит от аниме юнити и нету совершенно вижена у киберпро был бы неплохо пройти сейчас наверное зевцом ну собственно выехали выехали ребята из киберпро решили таки пойти и позабирать тура не знаю будут ли дефать аниме юнити судя по всему нет и бежит бежит медведь пока что подходит крипочки подходит еще здесь урса так гетавр на боте падает поставил пугнаварт и полетели полетели ребята с киберпро на топ деф но на самом деле не все кто-то там бежит пешком земляной спир у нас перетянулся и перетянулся бэтрайдер бэтрайдер себе гем купил несмотря на то что в команде есть зевс решил не париться и купить гем или кстати это да стоп стоп это купил у нас земель земель гем купил отдал бэтрайдеру ну кстати у пугны появился аганим вот такой нескромный здесь закуп аркана просто и аганим решил не мелочиться и сразу собрать этот артефакт который смотрится довольно-таки неплохо здесь ну что же вышли свой лес пофармить разгон сейчас от баратрума на загулявшего бэтрайдера находит возле сурса уходит нет не уходит бэтрайдер разультился здесь неплохо джиггернаут но сурса хорошо впитывает весь дамаг поставил вич доктор вард сбили ему ну и вич доктор здесь отправляется в таверну антап был у нас уже просто джиггернаут еще и сделал дабл килл да неплохо урса старался конечно заивейдить ультимейт джиггернаут за юз лунту но тем не менее все равно умер так айгс пропал еще и хилингвард был потрачен у джиггера и на самом деле хила сейчас не так много но боевые единицы в виде урсы и вич доктора находятся на базе и ничего не помешает мне кажется здесь собрать еще один тавернамиде а потом спокойно пойти на топ тем не менее пока что 60 секунд еще нет у ульты у джаггера нету еще 40 секунд ультимейта у зевса и возможно пойдут сейчас в свои леса подфармить джиггера он себе для мобильности еще закупает травела вообще все у него здесь прекрасно по нутворцу он на первом месте и намного обгоняет того же лондруида я уже не буду говорить про усу который у нас сейчас находится на пятом месте кстати профетка немного реабилитировалась в принципе по нутворцу как и зевс несмотря на то что у зевса у нас 6-1-8 а у профетки 1-6-0 ну что сказать не совсем пошла наверное здесь игра и кстати выбор итемов довольно таки интересный даггер барабаны иулы и судьба почему какой-то там хекс будет сейчас собирать себе профетка ну конечно будут стараться джаггернаут как-то контролить подцепил бэтрайдер везет к своим опять разуртился у нас джаггернаут глимеркейп там повесили на урсу очень больно джаггеру разгон там сейчас от братрума диффузит урсу урса пока что еще живет джаггернаут отправляется в таверну поставил вич доктор в арт но особо никуда и вот такая вот у нас не совсем понятная драка пытаются сейчас уже ребята с киберпро просто убежать потому что профетка у нас дуртой и издалека джаггернаут старается как-то накидать но пока что живет профетка урса на развороте убегает бэтрайдер за ним гонится еще здесь подошел земной спирит отваливается урса 63 секунды его не будет воюет профетка вот так вот нул ее земель не добила профетка и уходит с блинка уходит на базу тем не менее лон друид у нас делает килл своим медведем отправил он нас отдыхать так земляного спирита отправил нас отдыхать ну и вот так вот огрызнулись огрызнулись у нас аниме юнити поняли мне кажется сейчас ребята из кибербро что все таки так сильно наглеть не стоит вот так вот нагло цеплять на бэтрайдере вражеских героев когда они не все вместе все таки может это закончиться не очень хорошо и вот так вот подставился джаггернаут но да ладно все равно пока что конечно у нас киберпро ведут и сейчас нужно аниме юнити вот парочку таких ошибок наверное от кибербро чтобы как-то реабилитироваться кстати что у нас по рошану рошана пока что еще нету и разошлись ребята по карте на варде сейчас палился урса вот уж не знаю рискнут ли кибербро пойти туда так урса уходит аниме юнити продолжает нас фармить свой лес в то время как на медведя кстати был куплен здесь мэлштуарм и выехал у нас отряд бэтрайдеров и пугны сейчас на варде опять таки спалились кибербро и должны знать у нас аниме юнити то что к ним уже выехали на самом деле ответный смог пошел у нас и сейчас может быть очень плохая драка для киберпро джиггернаута там вообще нету плохо очень баратрум прикрыли его здесь в глимеркейп подцепил бэтрайдер корни там прошли глинтнулся у нас урса трипл килл сделал зевс боже мой как же плохо сейчас ребятам из аниме юнити бешеное количество дамаги сейчас внес зевс под дискортом ну и соответственно там еще вард пугны очень неприятная драка получилась хотя задумка была очень и очень неплохая но в итоге умер один бэтрайдер успел прийти там джаггернаут не обратила я внимания ну да островулов там прилетел на т2 тавр еще разулетился и сейчас пошли киберпро у нас в атаку на вражеский хайграунд пока что нету аегис кстати рошан уже есть и пока уж нету нету профетки дефать нечему продолжает у нас падать хайграунд на боте байбек от сурса сурса профетка пока что у нас не будет не хочу сейчас переключать пока надвор больно у нас баратрум накинули там еще ну должен отправляться в таверну зевс ворвался там с форстафа так еще и медведя забрал очень неплохо все-таки голды хороший десвар стоял от твич доктора но не хватает не хватает одного этого десварда и падает у нас сторона накидывают еще профетки в спину ну на самом деле остался остался еще один барак ну барак такой себе полезности казарма магов и то мне кажется опугнать здесь очень нагло и хочет его забрать подходит еще у нас кстати джаггернаут бурса накидывает сейчас по джаггеру и отправляется в таверну с байбека почему-то не прожал он ульту может быть не хотел так рано ее прожимать и ребят у нас из киберпро забирают я думаю сейчас еще одну сторону и что-то мне подсказывает что это гг стоит еще хилингварт от джаггернаута и спокойно стоят ребят из киберпро и просто сносят сторону полетели касочки но не помогает это барак мэйни все равно падает ворвался там баратрум разультился но очень мало дамаги он вносит еще и под вардом пугны драться вообще неприятно разультилась профетка пытается что-то сделать влетает джаггернаут понимает она себя на юлу прикрыли глимер кейпом умирает таки пугна все еще нет урсы нет вещдоктора разваливается у нас баратрум отправляется в таверну и профетка и в итоге тимвайп от команды аниме юнити ну а киберпро потеряли только пугну и сейчас пошли на рошана ребята киберпро опять таки остался у нас здесь один барак одна казарма магов ну и на хайграунд точнее топ не смогут здесь ребят снести нужно сначала пойти т2 вышку забрать наверное этот момент сейчас отложил у нас окончание игры но я не думаю что ребята будут дальше тянуть разваливается рошан у джаггернаут бешеное количество денег может себе купить все что угодно но стал пока что слот под аегис кстати это был у нас третий рошан и есть еще сыр покупать себе нодруид так что у него здесь аганим кстати и на мишку он себе купил мьёльнир с байбеками конечно же беда сейчас полнейшая нету байбеков команды аниме юнити и если пойдут ребята из киберпро сейчас заканчивать и делают еще перед этим 1-2 килла то это уже будет точно ггшечка ну и спокойно вот так вот перебираются ребята из киберпро на топ будут забирать вышку и возможно попробуют ребята из аниме юнити дать сейчас последний бой может быть какой-то смог попытаться разбить зайти в спину ну что-нибудь такое исполнить но судя по всему нет был там земель и полил он всю эту контору поставили еще вард и нет смысла там уже сейчас что-то делать и заход на хайграунд от киберпро собираются не закончить я думаю эту игру падает вышка джаггернаут стоит соляну пока что торгуют лицом вынуждены немножко отойти вытянули урсу прикрыли там его глимер кейпом очень больно урсе пытается он убежать разультируется еще джаггернаут разваливается ушса с БКБ кстати у нас Баратру все продал купил БКБ не особо мне кажется ему это здесь поможет но пока что все еще живет наваливает минус 3 сделали сейчас ребята из киберпро но Зевс и джаггернаут не прощают могут они прекрасно разобраться и без бэтрайдера вместе с землей остался вечдок завою здесь до конца просто как лев поставил вард довольно таки неплохой сейчас 7 месяцев у нас с байбека прилетел и отправился обратно в таверну но Зевс раскидывает вместе с глинаутом всех остальных еще у него сыр есть в общем мне кажется это уже не будет иметь никакого значения и мега крипы у нас в киберпро и пишут ребята из команды аниме юнити гг ну что же поздравляю ребят из команды киберпро судя по всему не зря не зря дождались их и не поставили тех луз но с другой стороны стоит наверное отметить то что ребята из команды аниме юнити не стали там как-то мощнее давить на правила и решили сыграть по честному за это им тоже спасибо ну а с вами мы увидимся после музыкальной паузы и будем подниматься потихонечку дальше вверх по сетке и бейтарная паузы вверх и по гриф гриф и